Продолжая тему сокрытия, мы сегодня рассмотрим скрытый шаг. Для чего он нужен и как он применяется. Суть заключается в следующем. Когда мы находимся на относительно большой дистанции, чтобы достать противника, чаще всего делается выпад, из которого бывает сложный минулся. Не важно, задней, передней рукой не суть. Так вот, для того, чтобы чуть-чуть это упростить и сделать более незаметным для противника, потому что все-таки в большинстве случаев он смотрит за действиями передней ноги. Мы делаем небольшой подшаг задней ногой. После чего происходит выпад. Маленький незаметный подшаг, выпад. Таким образом, двигаемся, показываем, показываем. И уже на нормальном шаге быстро сокращаем дистанцию. Здесь важно, чтобы скрыть этот шаг в общих перемещениях. Не надо делать предварительно паузу. Это соответственно замена. Так же, чтобы больше отвлечь внимание, кроме действий ногами, в момент скрытого шага мы можем выбросить какую-то из рук, тем самым и скрыть действия перемещения и отвлечь, сделать разгон для другой руки. Например, двигаемся. Раз, два. Раз, два. Скрыли шаг, создали разгон для задней руки, в частности, и нанесли удар. Также, если дистанция позволяет, мы можем наносить удар во время самого скрытого шага. То есть... После чего достаточно удобно будет либо разорвать дистанцию с ударом, либо вообще поменять направление. Например, мы на скрытом шаге наносим удар, после чего разрываем дистанцию в каком-либо направлении. Если противник, допустим, первый, его отгнули, отшаткнули, тогда продолжаем преследование противника уже с выходом в грех. Все зависит от ситуации. Одним из важных моментов в этом действии, это, конечно, будет соблюдение баланса в грех. Здесь нам, опять же, поможет гиг. Вы не зимой центр тяжести. Поэтому мы взяли, нанесли удар. Мы выносим плечо, то есть создавая взрывной стат, и при этом, когда гиря вылетает, мы вынуждены центр сохранить. Центр тяжести вынуждены сохранять, потому что иначе нас просто унесет в клюнь. Как раз то же самое, что происходит при неправильном ударе. Когда вы промахиваетесь, если вы не соблюли баланс, то вы упадете. Таким образом, гирька нам поможет. Что во время шага обычного, что во время скрытого шага. Вас не должно уносить масса, или не должна тянуть. Не берите большой вес, но при этом даже маленькая уже будет показывать несколько качественно. Вы соблюдаете баланс. Сделали скей. И проверили это. Либо по воздуху, либо по более подмежной силе. Не помешку, потому что бешок дает в данном случае опору.